Друзья, вчера прошел съезд Единой России. Вроде бы ожидаемое событие, ничего нового не произошло. И на самом деле очень многие люди именно то и предполагали, что случилось. Но должен сказать вам, что за исключением некоторых нюансов, которые там образовались, главное заключается в том, что возникла новая политическая реальность. И суть ее заключается в том, что система, которая была создана при Путине, эта система предполагает сохранить себя еще на 12, а может быть и на 24 года. То есть до 2036 года. Дело это очень важное и серьезное. Почему оно важное и серьезное? Потому что хочу сказать вам, что если она не будет меняться, эта система, то исправить ее, перестроить через несколько лет уже будет невозможно. А повлиять на то, чтобы ситуация развивалась иначе, мы можем с вами только в ближайшее время. Через два с половиной месяца на выборы в Государственную ГУ, какие бы они ни были, и на выборы президента через полгода. Вот на тех и других выборах мы должны показать, что в стране есть альтернатива. Это сделать пока, подчеркиваю, пока еще можно. Яблоко предоставляет такую альтернативу. Голосовать на этих выборах всем, кто против «Единой России» за коммунистов, крайне не советую. Влияние Компартии сегодня на нынешнюю власть и так достаточно велико. А если это влияние вырастет за счет отданных ей голосов, это влияние вырастет и закончится это тем, что ситуация станет еще хуже, чем сегодня. Многим кажется, что это большое преувеличение, что система сохранится на 24 года. А вообще-то я думаю, что если сейчас альтернатива не будет хотя бы заявлена, она сохранится чуть ли не навсегда, а может и навсегда. Многим кажется, что это не так, что это преувеличение. Хочу просто вам напомнить, особенно молодым людям, которым сейчас 20 лет, 25 лет, что точно так же думали в 1917 году. Думали, ну как это может быть, чтобы такая система, которую тогда создавали большевики, была надолго. Она же совершенно неестественная. Вот эта неестественная система просуществовала чуть ли не 100 лет. И при ней родились и ушли из жизни целые поколения. И мы за многие события, связанные с той эпохой, расплачиваемся до сих пор. Поэтому обращаю ваше внимание и ради этого сегодня говорю с вами. Альтернатива есть, она довольно внятная. Дело не в том, что есть претензии к яблоку или ко мне. Я их частично принимаю, частично могу поспорить. Не в этом дело. А дело в том, что мы обязаны показать, что в нынешней системе есть демократическая альтернатива. И возможность у нас с вами такая есть. Пока. Ну вот, а теперь о практической стороне дела. Абсолютно необходимо, чтобы не менее 70% людей пришло на выборы. И чтобы голосование, скажем, за яблоко было очень большое. Не потому что, еще раз повторю, все должны любить яблоко. А потому что слишком серьезная и опасная ситуация в стране. Мы сделали все, что смогли и как смогли для того, чтобы дать вам эту альтернативу. Сегодня у вас такая возможность есть. Еще раз, если 70% людей придет на выборы и проголосует, у яблока есть шансы получить много голосов. А тогда мы сможем еще усилить этот результат и выйти на президентские выборы. И, наконец, сказать, что мы существуем в стране. И перестать только спорить в интернете и жаловаться друг другу. У нас есть возможность реально влиять на политику. Я ведь примерно об этом говорил вам в так называемом своем манифесте. Но просто тогда еще ситуация, а это было всего несколько недель назад, не казалась столь серьезной. Теперь, после того, как стало ясно, что то, что сегодня есть, останется практически навсегда, Я еще раз хочу подчеркнуть основные мысли манифеста. Все должны принять участие в выборах и сделать свой осознанный, серьезный выбор. Другой возможности, может, уже и не будут.